От развития транспортной инфраструктуры юга России зависит успешное будущее всей страны. На Азово-Черноморский бассейн уже приходится более трети всего идущего через отечественные порты грузопотока. Кроме этого, миллионы туристов приезжают отдыхать на Кубани в Крым. Основной поток сейчас добирается через паромную переправу. Но в конце 2018 года автомобильное движение запустят по Керченскому мосту, как и планировали. Его строительство идет хорошими темпами, отметил Владимир Путин. Хочу напомнить, что транспортный переход через Керченский пролив – это не только сам мост. Нужно на качественном уровне подготовить автомобильные и железнодорожные подходы к нему. Обеспечить всю сопутствующую инфраструктуру, как со стороны Краснодарского края, так и на территории Крыма. Вновь повторю, транспортный переход с самого начала эксплуатации должен действовать как единый слаженный механизм. На территории Краснодарского края уже проанализировали несколько маршрутов дальних автомобильных подходов до будущего Керченского перехода. Наиболее оптимальными с точки зрения распределения потоков оказались участки по трассе М4 Дон от Батайска до Краснодара и далее по региональной дороге Краснодар-Славянск-на-Кубани в Тимрюк. Этот маршрут самый кратчайший, но чтобы увеличить на нем пропускную способность, нужно почти 16 миллиардов рублей. Для региона сумма огромная. Вениамин Кондратьев предложил передать дорогу в федеральную собственность. Подъездные пути со стороны Крымского края, в том числе, финансово сегодня сложно сойти. Этот промежуток 172 километра к мосту Керченскому. Можно дать поручение, что все-таки промежуток приняли в федеральную собственность и хотя бы первый этап проектирования бы начать. Мы сейчас рассматриваем вопрос о принятии в собственность Российской Федерации этой автомобильной дороги от Краснодара через Славянск-на-Кубани и включении его в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения, одновременно с вводом в эксплуатацию транспортного перехода. На подходе к Тамани сделают и современную четырехполосную автодорогу первой категории. Закончить ее министр транспорта пообещал в 2018 году. Внимание! Максима Соколова президент обратил и на необходимость строительства железнодорожного обхода Краснодарского узла. То, о чем не раз говорил губернатор региона. Без этого при растущем трафике будет очень сложно добираться и в порты, и на Азово-Черноморские курорты. Бюджетное финансирование проекта сократили на 29 миллиардов рублей. И тут необходимо искать дополнительные источники, заявил Владимир Путин. Для инфраструктурных проектов предложил привлекать частных инвесторов. Как это уже делается на Кубани, в Тамани. Бизнес за собственные деньги строит портовый комплекс по перевалке навалочных грузов. Венимен Кондратьев попросил президента поддержать проект такого государственно-частного партнерства. Вот этот инвестор фирмы ОТЭКа готова за собственные деньги проложить путепровод к основной ветке железнодорожной. То есть в этом случае должна быть дана сама возможность инвестору подсоединиться. Вот этот промежуток даже не готовый дойти до основной магистрали за счет собственных средств. Разрешительные документы, о которых сейчас губернатор сказал, они будут выданы? Здесь вы не видите каких проблем? Не вижу никаких проблем. Чисто бюрократически эти документы будут даны? То есть эти разрешения будут даны? Конечно, конечно. Соответствующее решение, в том числе на уровне правительства, оно принято уже. Когда документы будут в исполнении решения правительства? Там речь идет о подписании дополнительного соглашения. С нашей стороны все необходимые шаги сделаны. Здесь больше даже зависит от инвестора. Но здесь никакой проблемы нет. Тогда я попрошу губернатора тоже это со своей стороны проконтролировать. Краснодарский край после возвращения Крыма в Россию по-настоящему стал транзитным регионом для всей страны. Только туристов по дорогам Кубани ежегодно ездит более 15 миллионов человек. И асфальт, что называется, не выдерживает. Без помощи федерального центра региону здесь не обойтись. На реализацию всех инфраструктурных проектов по модернизации транспортной сети Кубани необходимо почти 200 миллиардов рублей. Александр Иванченко, Денис Перец, Кубань-24, Республика Крым.